Здравия, друзья! С вами Шевченко Александр, и это видео от Академии Счастья по улучшению качества жизни. Я ежедневно записываю видео, которые касаются увеличения осознанности и понимания себя. Сегодня поговорим о психосоматических заболеваниях и о том, как болезнь помогает нам пройти по пути к духовной свободе. Мы зачастую привыкли воспринимать болезнь как нечто нежелательное, как что-то, с чем нужно справляться, и зачастую методами, которые малоэффективны. То есть это лекарства, а лекарства просто убирают симптомы. Что такое симптом? Симптом показывает нам, что нужно что-то поменять. И есть такая вещь, как болезнь как путь. То есть болезнь показывает нам что-то, что мы не увидели на психическом уровне, она спускается ниже и показывает нам это в теле. И для того, чтобы действительно справиться, важно понять, что показывает нам болезнь. То есть каковы ее смысл. Вот когда мы понимаем этот смысл, тогда, конечно же, мы можем урегулировать состояние. Потому что мы начинаем менять нашу психику, начинаем менять наш образ жизни. Например, часто встречаются такие болезни, как аллергия. То, что когда организм начинает бороться с каким-то аллергеном, то есть веществом, будь то вещество в организме или внешнее вещество, оно начинает его как-то усиленно бороться, подавлять его, и это проявляется в виде реакции. Как на коже, дыхательные реакции, могут быть насморк, слезы и так далее. Я сам через это прошел, сам сталкивался с этим, поэтому очень четко понимаю, о чем я говорю. И в данном случае очень важно разобраться, что показывает нам эта болезнь. И когда мы начинаем глубже вникать в это, то мы понимаем, что болезнь – это не просто набор симптомов. Она показывает нам, например, вот как в случае с аллергией, что есть что-то, с чем мы боремся, что-то не принимаем в себе. И зачастую это как подавленная агрессия. И она доходит до такого предела, что начинаешь бороться с самим собой. То есть тело начинает бороться с самим собой. И на уровне ума, конечно же, происходит самоподавление. И для того, чтобы это понять, важно заглянуть вглубь себя. То есть разобраться, а когда же это началось, почему вдруг болезнь показывает мне, что вот я борюсь с самим собой. Значит, я чего-то не подмечаю на внутреннем, на духовном, на психическом уровне. И когда начинаешь заглядывать вглубь себя, разбираться, это все открывается. Появляются моменты из прошлого, из детства, когда возникло это подавление. Возможно, этот шаблон был перенят от родителей, когда родители вели себя таким же образом. Например, когда мама тоже подавляет себя, у ней тоже возникают такие заболевания. И может болеть даже афишироваться как что-то такое, что вот болезнь, не трогайте меня. Я же больной, рядом со мной нельзя курить или рядом со мной нельзя дышать. То есть это доходит уже до предела. Бывают люди, которые настолько уже чистюли, что они по 10 раз моют руки. Я имею в виду, что это все связано с психикой. И то, что мы говорим о психосоматике, это просто, ну скажем так, то, что перешло уже в разряд тела. Но на самом деле болезнь возникает, или то, что мы называем болезнью, это как психологический конфликт. И новая германская медицина уже ясно и точно показала это, что у каждой болезни есть психологический ее фактор. То есть вот такой конфликт, такое-то заболевание, так это отображается. И вот даже если прочитать книгу Руди Геродалька, болезнь как путь или болезнь как язык души, это показывает вам, то есть если вы прочтете, что в каждой болезни и вообще в каждом, в чем бы угодно, есть послание. И это послание важно расшифровать. Вот я эту расшифровку делаю с помощью процессинга. То есть я помогаю или себе соло, или другому человеку заглянуть вглубь себя и найти те факторы, которые привели вот к этой психологической установке. Например, то, чтобы бороться с самим собой, возникая, когда у человека возникает аллергия, или бронхиальная астма, или подобные заболевания. То есть это по сути как самосаботаж, нарушение целостности организма. И важно вернуть организм к целостности. Вот это я и помогаю сделать человеку путем нахождения тех мотивов, тех случаев, когда что-то пошло не так, и когда было принято негативное решение бороться с самим собой. Мы проходим через это столько раз, сколько необходимо, и убираем оттуда негативный заряд, и состояние целостности восстанавливается. И тогда приходит настоящее исцеление, то есть настоящее исцеление от психосоматических заболеваний, которые по сути и есть то, что мы видим как болезни. Убирая психический конфликт, мы решаем проблему заболеваемости. Поэтому, друзья, у кого есть такие заболевания, которые мы называем психосоматическими, вы можете мне писать в комментариях под этим видео или в соцсетях, я тоже ссылки все выложу в этом описании. И мы разберем ваше заболевание, и я расскажу, как я смогу помочь. То есть консультация будет бесплатная, она займет примерно 15 минут, где мы все разберем, выясним, и я расскажу, как можно справиться с вашим заболеванием. Поэтому, если видео вам понравилось, ставьте ответку «Нравится», подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, и, конечно же, колокольчик для напоминаний, чтобы не пропускать новые видео, которые я записываю ежедневно. Вот, по средам у меня проходит прямой эфир в 19.00, на котором можно задать мне вопросы и послушать более подробно о психосоматических заболеваниях, о процессинге, и о том, как увеличивать осознанность и улучшать качество жизни. Вот, моя книга тоже в описании о том, как можно действительно быть творцом собственной жизни, собственной вселенной. Она доступна тоже для скачивания. Вот, на этом, друзья, на сегодня все. Я буду рад вашим отзывам, откликам, и до скорой встречи. Увидимся в следующем видео.